Божьих благословений вам! Мы начинаем сегодня новую серию под названием «Молитвы, которые находят отклик у Бога». Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Равин Шнайдер Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Шалом вам, возлюбленные, меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы начинаем новую серию, которую я назвал «Молитвы, которые находят отклик у Бога». Моя прошлая серия программ о молитве называлась «Молитва по воле Божией». Мы рассмотрели несколько псалмов и поговорили о сердце Давида и других авторов псалмов. Мы изучали разные виды общения с Господом, которые касаются Его сердца. Напоминаю, что эта серия называется «Молитвы, которые находят отклик у Бога». Мы рассмотрим другие виды общения с Богом, которые Его цепляют. Очень важно осознать, что ваши молитвы могут трогать Бога. Вы только подумайте. Ваши молитвы могут трогать Бога. Иногда мы тратим много сил и энергии на то, чтобы воздействовать на других людей. Люди пытаются манипулировать друг другом. Иногда люди даже плачут, чтобы растрогать кого-то и манипулировать им. Другие кричат и пищат. Они пытаются манипулировать другими людьми. Но только подумайте, вы можете растрогать Бога. Что может быть сильнее осознания того, что вы можете растрогать Бога? И вам не нужно манипулировать другими людьми. Иногда люди молятся, и они даже не думают о том, чтобы зацепить Бога. Они хотят лишь впечатлить окружающих, которые слушают их молитву. Разве это не глупо? Давайте забудем об этом. Дорогие друзья, вы можете зацепить Бога. Помните, что в Библии, в первом послании Иоанна, 5 главе, сказано, что когда мы молимся в Духе по воле Божией, иными словами, когда наш Дух передает то же, что находится в Божьем Духе, это трогает сердце Бога. И Бог слышит нас и отвечает нам. Итак, нам нужно погрузиться в волю Божию для нашей жизни. На какие молитвы из тех, что мы видим в Писании, отвечал Господь? Это молитвы, находящие отклик у Бога. Только послушайте, что сказано в первом послании Иоанна, 5 главе, 14 стихе. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Послушайте это еще раз. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Я планирую разобрать всю Библию, сделать пять или шесть эпизодов, а потом продолжить, но уже с новым названием серии. Но сегодня мы вернемся к самому началу Библии и начнем рассматривать тему молитвы. Как я уже сказал, мы пройдем от Ветхого Завета до Нового. А сегодня мы рассмотрим Тору. Тора — это первые пять книг Библии. Я хочу, чтобы мы разобрали молитвы, которые Бог слышал и на которые Он отвечал. Давайте помолимся и перейдем к книге «Бытие». Наш Небесный Отец, мы любим Тебя и весьма нуждаемся в Тебе. Мы поклоняемся Тебе во имя нашего Царя Иисуса, Иешуаха Машиаха. Коснись наших сердец Духом Своим Святым сейчас. Отец Небесный, пусть мои слова будут Духом и жизнью в этой программе. Используй их, чтобы касаться людей. Меняй их сердца. И помоги им понять, какие виды молитвы Ты слышишь. А также дай им уверенность, чтобы когда они будут молиться по воле Твоей, Ты отвечал им. Дай им дерзновение, для того, чтобы они понимали и верили, что имеют доступ к Твоему Небесному престолу. Пусть они будут уверены, что Ты их слышишь и даешь им то, о чем они просят во имя Иисуса. Аминь и аминь. Итак, Бытие, 28 глава, с 20 по 22 стих. «Затем Иаков дал клятву, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странстве, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи, так что я вернусь и буду жить в мире, в доме моего отца, если Господь будет моим Богом, то этот камень, который я поставил, будет памятным знаком и будет здесь Божьим домом. И от всего, что Ты даешь мне, я дам Тебе десятую часть». Это молитва Иакова. Давайте рассмотрим ее по частям. Здесь Иаков молится о защите и безопасности, об обеспечении и безопасности. Еще раз послушайте эти слова. «Затем Иаков дал клятву, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странстве». Иаков говорит, «Если ты будешь со мной и сохранишь меня в странстве», то есть ему нужна уверенность в том, что Бог будет с ним и сохранит его. Если посмотреть на ту известную молитву, которую я произношу в конце каждой программы, она называется «Благословение Аарона», то она начинается с таких слов. «Пусть Господь благословит и сохранит вас». Именно об этом и просил Иаков. «Господь, если ты будешь со мной и сохранишь меня, и пусть Господь благословит и сохранит вас». Разве не удивительно, что когда вы просите Бога благословить и беречь вас, Бог слышит это? Разве не удивительно, что вы были созданы, чтобы общаться с Богом таким образом? Бог создал вас по своему образу и вложил в ваше сердце необходимость в Нем. Одна из необходимостей, которые Бог вложил в ваше сердце, это чтобы вы полагались на Него в своей защите. Послушайте еще раз слова Иакова. «Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странстве». Не устаю их повторять, потому что в них огромная сила. Вы сейчас странствуете? Мы с вами странники. Вся наша жизнь — это странствие. Наша жизнь — это путешествие. И мы можем молиться о том, чтобы Бог сохранил нас в этом путешествии. А что, если вы каждый день выходите из дома и едете куда-то на машине? Вы полагаетесь на Бога, когда едете, чтобы Он хоронил и защищал вас, и окружал вас Своими ангелами. Отец Небесный, мы просим тебя, храни нас, пожалуйста, береги нас, и будь с нами каждый день. Давайте еще раз послушаем молитву Иакова, потому что в ней великая сила. «Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странстве, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи». Тут Иаков идет еще дальше и говорит, «Господь, храни меня, защищай меня, храни меня в безопасности, а также обеспечивай меня, то есть давай мне то, что мне нужно, чтобы я был здоровым и защищенным. Дай мне крышу над головой и еду для моего желудка. Будь моей скиней в этом путешествии по жизни». Дорогие друзья, разве нам нужно не то же самое? Разве нам не нужна безопасность и знание о том, что в этом путешествии под названием «Жизнь» наш Бог благословляет, хранит и обеспечивает нас, куда бы мы ни шли и на каком бы этапе жизни мы ни были. Может, вам 10 лет, или вы подросток, или вы учитесь в колледже, или вам 30 или 40 лет, вы работаете, воспитываете детей, или вы уже в престарелом возрасте, но в любом случае Бог желает, чтобы вы полагались на Него и доверяли Ему. Вы должны знать, что вы можете просить Его хранить вас и обеспечивать в этой жизни. Разве вы не рады от мысли о том, что Иисус с вами? Он хранит вас и будет обеспечивать вас, и Он желает, чтобы вы просили Его об этом. Не принимать как должное, а верить и исповедовать, что Он хранит и обеспечивает вас. Разве это не удивительно само по себе? Давайте вместе провозгласим это, эти слова жизни. «Спасибо тебе, Отец, за то, что ты любишь меня, а я твое дитя, я твой сын или дочь. Я верю, что на моем жизненном пути ты будешь хранить меня в безопасности. Мне не нужно бояться за будущее, мне не надо бояться того, что ждет меня завтра. И даже когда я состарюсь, ты будешь хранить меня, обеспечивать меня и принесешь в мою жизнь все, что мне нужно для жизни с избытком. Мы исповедуем это, но также мы должны просить об этом. Отец, храни меня. Спасибо за то, что охраняешь меня. Прошу обеспечь меня всем необходимым на этом ресталище жизни. Спасибо, что у меня не закончатся деньги. Отец Небесный, я прошу тебя о финансовом обеспечении во все дни моей жизни. Равин Керт Шнайдер это служитель Евангелия и пророк Божий. Он трудится для Бога и оказывает огромное влияние где бы он ни был. Он благословил Африку и всех тех людей, которые получили свободу от оков сатаны. Я еще никогда не видел такой большой Крусейд в Ромбо. Равин Керт учит о настоящей жизни с Богом. Не могу передать, насколько я Ему благодарен. Это очень особенные отношения от Бога. И они будут продолжаться, потому что мы планируем приглашать Его к нам снова и снова. Мы очень рады, что Он приехал к нам однажды и ждем Его снова. Надеюсь, теперь вы знаете, как я достигаю этот мир. Но без вашей помощи это невозможно. В Библии сказано, благословены ноги проповедующих мир и благую весть. Но как они могут это делать, если не будут посланы? Я приглашаю вас стать моим партнером и выслать финансы на достижение новых душ для Господа. Заранее благодарю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом, возлюбленные. Вернемся к нашей программе. Когда вы начинаете просить Бога хранить и обеспечивать вас, то вы должны знать, что вашего Бога интересуют все эти вещи. И Он обязательно исполнит их для вас. Это библейская молитва, и она находит отклик у Бога. Вы можете доверять Ему и полагаться на Него. Вы можете быть уверены, что Он даст вам то, о чем вы просите, и ваши молитвы будут отвечены во имя Иисуса. Давайте продолжим, но перед этим еще раз прочтем этот отрывок. Затем Иаков дал клятву, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странстве, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи, так что я вернусь и буду житься в мире в доме моего отца, если Господь будет моим Богом, то этот камень, который я поставил, будет памятным знаком и будет здесь Божьим домом, и от всего, что ты даешь мне, я дам тебе десятую часть». Иаков отправляется в путь и просит Бога, «Храни меня в безопасности». Он делится с Богом своими самыми глубокими нуждами, необходимостью защиты и чувства безопасности. Не знаю, как вы, но когда я был ребенком, то чувствовал себя в безопасности. Когда мы только рождаемся в этот мир, то думаем, что все будет хорошо. Я понимаю, что некоторые из вас выросли в сложных условиях, но слава Богу, у Бога всегда больше, чем достаточно. Но когда мы только рождаемся в этот мир, мы чувствуем себя в безопасности. Нам кажется, что у родителей есть все ответы. Мы выросли в окружении, которое казалось нам безопасным. И я в детстве, как и многие из вас, чувствовал себя в полной безопасности. Я не боялся всего того, о чем знаю сегодня. Мои родители всегда брали меня с собой на праздники, мы много путешествовали, и они всегда играли со мной. Я чувствовал себя в безопасности. В одном из псалмов Давид писал, что его душа успокоилась, как ребенок, на коленях у матери. Он также говорил о том, что он вернул себе это чувство безопасности благодаря отношениям с Богом. И он стал чувствовать себя так же защищенно и безопасно, как в раннем детстве на руках у мамы. А вы знали, что в Боге для нас есть еще более безопасная среда, чем среда, в которой мы находились в раннем детстве? В раннем детстве нам казалось, что все вокруг безопасно, но мы не понимали, что мир не такой уж безопасный, что в нем происходит убийства, аварии, различные болезни. мы чувствовали себя в безопасности, потому что родители защитили нас от всего этого. Но на самом деле мир был не таким уж и безопасным. Но Бог говорит нам, теперь, когда вы уже стали старше и осознали, что без меня этот мир опасное место, я хочу, чтобы вы знали, что во мне вы найдете эту безопасность. Давид сказал, «Даже если я пойду долиной смертной тени, твой жезл и твой посох утешают меня». Я рекомендую вам приносить Богу свои глубочайшие нужды. Я уверен, что одна из ваших глубочайших нужд это чувство защищенности и безопасности. Именно об этом. Иаков и молился в книге Бытие. «Господь, если ты будешь охранять и защищать, а также обеспечивать меня, я знаю, что сейчас нас смотрят вдовы и вдовцы, а также много пожилых людей. И вам кажется, что вы уязвимы и не уверены в завтрашнем дне. Вы боитесь заболеть или упасть где-то, и никто не узнает об этом. Вы боитесь выезжать куда-то одни. Вы боитесь оказаться в доме престарелых. Вы боитесь остаться без денег. Но я хочу, чтобы вы знали, что Бог любит вас. И как он отвечал Иакову, так он будет отвечать и на ваши молитвы. Я хочу помолиться с вами о том, чтобы Бог охранял вас и вел вас по жизни в безопасности. И он обеспечит вас всем, что может понадобиться вам на пути, потому что он Бог Света. И от него приходит всякий совершенный дар. Мы не должны бояться, но твердо довериться ему. Иисус сказал, если Бог знает, как позаботиться о воробьях, если он одевает полевые лилии шикарнее, чем Соломона, то насколько лучше он будет заботиться о своих детях. не переживайте ни о чем. Бог обо всем позаботится, да и более того, он уже позаботился обо всем. Он знает все, что нам нужно. Он любит вас так сильно, что вы даже не можете себе этого представить. Он ближе к вам, чем вы сами. Он ближе к вам, чем ваше собственное сердце или дыхание. Он ближе к вам, чем ваше самое сокровенное желание. Он знает вашу следующую мысль. Он любит вас и будет заботиться о вас, поэтому не переживайте никогда и ни о чем. В его руках вы в безопасности. Давайте помолимся. Я закрою глаза. Отец Небесный, мы любим тебя. Я благодарю тебя за твою заботу о твоих детях. Я провозглашаю мир для всех твоих детей, а особенно для пожилых, матерей-одиночек и неуверенных в себе мужчин. Я молюсь о твоем совершенном шаломе. Мы провозглашаем, что ты верный Бог. Ты никогда не оставишь нас и будешь с нами до самого конца. Ты знаешь, что нам нужна крыша, над головой. Ты знаешь обо всем, в чем мы нуждаемся. Библия говорит, что все, в чем мы нуждаемся, все это дает нам твоя рука. Твоя верность при этом велика. Я провозглашаю благоволение и уверенность для всех твоих детей, которые слушают меня сейчас. Ты верный. Ты покроешь все их нужды, как ты сделал это для Иакова, когда он просил тебя об этом. Ты будешь хранить их на жизненном пути. Я верю, что ты доведешь каждого, кто слушает меня сейчас, в безопасности до конца их жизненного пути. Когда они сделают свой последний вздох, твои руки будут обнимать их, и ты примешь их в свое вечное царство, в место, которое Иисус приготовил для них навеки. Отец, спасибо за то, что ты хранишь и продолжишь хранить всех своих детей. Ты хранишь их в безопасности, я прошу о твоем шаломе, который будет окружать их как пузырь. Дай им внутреннюю уверенность и знание о том, что ты защищаешь и оберегаешь их. Спасибо тебе во имя Иисуса. Я также выступаю сейчас против духа гордости, который охватил некоторых из наших телезрителей. Я связываю всех духов гордости. Если вы думаете, что вы самодостаточны и что сможете справиться в этой жизни без Бога, то вы должны знать, что это ложь. Когда вы умрете, вы никак не сможете контролировать то, что с вами происходит. И вы также не контролируете свою жизнь сейчас. Если вы чувствуете подобную гордость и враждебность в своем сердце, то знайте, что это проявление сатаны. Вы прямо сейчас можете избавиться от этого демона в вашем сердце. Опуститесь на колени и попросите Бога во имя Иисуса простить вам вашу гордость и освободить вас от нее. Вы можете покаяться в этом грехе и обратиться к Богу с такими словами. Иисус, прости меня. Я нуждаюсь в тебе. Войди в мою жизнь. Дай мне познать тебя и твою милость. Спасибо за то, что были с нами сегодня. В следующих программах мы продолжим погружаться в Писание и говорить о тех молитвах, которые находят отклик у Бога. Мы рассмотрим молитвы патриархов, пророков и других людей, которые ходили с Богом. Мы изучим те молитвы, на которые они получали ответ от Бога. Благодаря этим знаниям вы сможете молиться уверенно, зная, что когда вы молитесь по воле Его, Он слышит вас и дает вам все просимое. Об этом постоянно говорится в Библии. Просите и дано будет вам. Стучите и отворят вам. Бог любит вас. Иисус любит вас. И я тоже. Спасибо за то, что смотрели нас. Шалом! Шалом возлюбленная. В 1978 году, когда Господь сверхъестественным образом открылся мне, я был очень рад. Я начал всем рассказывать об Иисусе. Я буквально поглощал Слово Божие. Я посещал все церкви в городе, и мне это стоило лишь денег на бензин и покупки Библии. Но сегодня, когда Господь посылает меня проповедовать Евангелие по всему миру, на телевидении и в различных круссейдах, для этого нужны деньги, и без вас я не могу этого сделать. Господь задумал так, чтобы проповедь Евангелия финансировали людям. Если вы верите в меня и в это служение, если вы верите в то, что это служение строит Царство Божие, то я приглашаю вас посеять в нас и стать нашим партнером. Это принесет вам благословение, и вы получите награду за измененные жизни. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Пишу, чтобы поблагодарить вас за ваше служение. Вы стали важным звеном в цепи, которая привела к принятию мной Христа как Спасителя. Сегодня я ваш постоянный зритель и ежемесячный партнер. Благословляю вас и ваше служение. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. А в завершении программы я хотел бы произнести Божие благословения в вашу жизнь. В шестой главе книги «Числа» Бог сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Поэтому я призываю вас поднять руки и принимать благословение Бога Отца в вашу жизнь. Давайте молиться вместе». «Да благословит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир». милостив милостив Субтитры создавал DimaTorzok Верующим в Мессию Иисуса вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на YouTube сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».